много спрашивать про терноприводов про обслуживание любой механизм так сказать требует обслуживания то есть вам нужно его смазывать и разрабатывать хорошая поза да сюда вот наливаете масло вот видите тут такое углубление вот такое масло мы уложим в комплекте для монтажника оставляет надо весной осенью смазывать шток чтобы он смазывался и работал как можно дольше если вы этого делать не будете он будет то есть может он откроется хоть как откроется но так откроется но обратно может не закрыться потому что вот здесь вот и манжеты или что есть сальники будет под клиник поэтому миша если же покажи мастер-класс держи держи сам чтоб чтоб держи второй рукой держи делать все просто раз вижу подошел вот сюда вот копаете раз и на холодную только когда холодно вот так вот разработали его чтобы смазали все манжет и закал вниз и штоком вниз доставим и вот так надо делать весной и осенью то есть зимой когда выбираете осенью пошли пойдем поставим на дверной будем видео снимем про дверной автомат многие спрошу вот обычно такие масленки ложим чем чаще вы смазываете тем дольше он вас будет работать вот и весь секрет водные задачи надо что форточка открывалась с помощью термопривода берется форточка с одной стороны на раму прикручивается пластина к ней вот пружину шайбочки под сам термопривод здесь вот у кого нету это я такой рама дверной прикручивается сейчас мы у нас тут установлена было вот так вот еще сложного нет так что как вниз так пружина вот видите на спокойно ходит раз закрывать смазанный стоит на крючке она там на к ней лежит на к ней пружину до сейчас пружину натянем вот так вот закрывается дверь и форточка сама открывается и это вот на такую но обязательно чтобы не было возможно многие забывают в итоге что получается гнет чтобы начинать работать и пластина гнет выламывает что и дальше следующее еще цепочку ограничитель для того чтобы прикрутить значит смотрите есть любой термопривод объясняю работает отдельно то есть вы не можете не зайти не выйти то есть он должен ставиться на отдельные форточки которые сами по себе открывается и закрывается не на дверь то что как он вы не сможете не зайти не выйти нашего термопривода эта пластинка ведь и даже немножко наполнен то при сильных вырывах ветра очень бывает что может даже вырвать но это очень редко но бывает поэтому ставится еще вот такая вот цепочка ограничитель здесь термопривод здесь пружина возвратная здесь обязательно чтобы не потому что многие забывают уже даже парни пишут маркером уже убирать потому что многие просят оставить квадрат и забывают потом открыть чтобы форточка вот можно на зиму тогда надо термопривод отсоединить пусть он может даже висеть или убрать его лучше а здесь закрыть